У нас с вами чуть-чуть Йом-Кипур. Не чуть-чуть, а конкретно Йом-Кипур. Он у нас, как вы знаете, все в Йом-Щини. Заходит он у нас с Йом-Ришон. И тут мы должны с вами понять несколько вещей, которые нам говорятся. И хочу поделиться с вами тем, что говорит конкретно Любая Чески-Ребе про Йом-Кипур, какие он хочет предоставить идеи и немножко вообще разобраться. Итак, мы с вами знаем, что Рошашона у нас называется Йом-Дин. А вся замечательная русская литература переводит Йом-Кипур как День Суда. А Рошашона у нас приводится как Новый Год. Почему переводят как Новый Год? Потому что Роша это как бы голова, а Шана это год. Голова года, значит наступает Новый Год, и все понятно. Но есть проблемы, и с ней надо как-то решить вопрос. А это конкретно переводы. Да, если мы с вами переведем слово Рошашона это голова года, то есть начало года или начало творения, создания. И мы понимаем, что в Рошашону происходило что? Происходил День Суда. Судили кого? Судили весь мир. Но что такое Йом-Кипур? Йом-Кипур это день. День чего? День выбора. Да, Кипур это выбор. Что интересно, это несколько есть моментов касаемо Йом-Кипура. Ну, первое, что сказано, что два дня на суде, а на третий день поднимают. Это сказано в наших святых книгах. К сожалению, не помню где. Кажется, в притчах царя шлома. Два дня на суде, на третий день поднимают. И что такое два дня? Два дня – это Рошашона. Третий день подъема – это Йом-Кипур. И важный вопрос, почему нас именно так поднимают. И тут надо немножко обратиться к сущности самого человека. Да, что такое человек? Что такое человек? Мясо. О! Человек – это материя. Человек – это мясо. Человек – это кости. Да, то есть это какая-то конкретная физическая оболочка. Плодь, кровь, мясо. Да. Но за счет чего эта материя всего живет? За счет души. За счет души, да. Как сказано в Сефертане во второй главе, что есть у нас физическая оболочка, которая питается за счет души. Все это понятно, да. Но что мы можем сказать про душ и тело? Ну, общеизвестная наша мудрость говорит, что дух – он более высокий, чем материя. Да, то есть душа более возвышена, чем материальность. И корень того, чем питается душа, конечно же, выше. И в подтверждение этому как раз является Йом-Кипр. Йом-Кипр считается самым святым днем в году. И он является днем поста. Что такое день поста? Когда я был маленький, я думал, что пост – это, короче, придумали женщины для того, чтобы похудеть. Это диета, извиняюсь. То есть это день, когда ты не кушаешь, чтобы сбросить лишний килограмм. Ну, нет. Оказалось, все не так. Оказалось, что пост – это не просто какая-то голодовка. Нет, что-то более возвышенное. Ну, во-первых, каким-то образом человеку для того, чтобы не думать о еде, надо отказаться от мыслей о еде. Каким это? Он должен мысленно отречься от своего тела. Посредством молитвы. Вот. Каким образом посредством молитвы человек может отказаться от тела, да? Все очень просто. Когда человек занят процессом чтения, он интенсивно читает, у него пропадает вот эта вот мысль о том, что он сейчас голоден, он сейчас хочет кушать. Ну, яркий пример. Попробуйте, когда молитесь Шма и Шмоне Эсса, заглянуть в свои ощущения. И когда вы выходите из Шмоне Эсса, почувствуйте, какая разница. Когда человек заходит Шма и Шмоне Эсса, он уже все, он в тексте. Он не имеет права отвлечься. Особенно, когда читает Шма и Шмоне Эсса, да? То есть, когда есть промежуточные благословения, там он может отвлечься. Но когда именно он конкретно читает Шма и именно читает Шмоне Эсса, это те два момента, когда он не имеет права отвлечься ни на что. И во время этого чтения такое чувство, что этого мира нет. Есть только я, книга, с помощью которой я обращаюсь ко Всевышнему, есть только Всевышний. Но когда я выхожу из Шмона Эсса, сразу возникает мысль одна, мысль другая, кто-то там вообще говорит, кто-то очень громко молится, оказывается. Все. Оказывается, вокруг меня что-то происходит. Так вот, день поста, это именно та возможность, которая может сказать, что есть только я и Всевышний. Вокруг ничего нет. И когда человек погружен именно в эти мысли, у него других мыслей больше нет. Есть я, есть Всевышний, есть книга. И больше ничего нет. Просто пустота. И когда возникает эта пустота, то тогда тело питается за счет души. Да, то есть, тогда уже не внешняя надо кормежка, а надо внешняя. Ну, точнее, не внешняя, а внутренняя. Человек изнутри уже начинает сам себя питать. Когда происходит у нас день поста. Да. Почему так? Потому что в обычный день, для того, чтобы мы могли мыслить, для того, чтобы мы могли что-то делать, подняться, пойти учиться, пойти что-то помастерить. И пойти на площадку. Нам надо что-то скушать. Нам надо закинуть в себя что-то материальное. Правильно? Для того, чтобы эта еда преобразилась в энергию, и мы дальше пошли. Но в день поста энергия преобразуется из внутренних источников. То есть, человек, если он действительно погружен в пост, он понимает, что он сейчас в посту. Девятое ава. Йом-Кипур. Семнадцатая это муза. Десятая это... Там Таанит Эстер. То есть, он мысленно погружается в пост. И он читает книги, которые следует читать в пост. То у него мысли в книге. И тело питается за счет внутренней энергии. Таким образом, у нас возникает ощущение, что нам не надо еда. И сказано в Талмуде, в трактате Бароход на семнадцатом листе, что в грядущем мире нет ни еды, ни питья. И об этом также у нас говорят Ирамбам и Садия Галон. Садия Галон это Бабель. Вот. Они говорят о том, что, да, действительно, в мире грядущем не будет еды и питья. И самое интересное, физические измерения бытия, они не будут как бы отрицаться. Да. Они не будут отвергнуты. Физические меры, они будут присутствовать. Вот. Но при этом они, да, они будут присутствовать, они будут сохранены в тех же параметрах. То есть, ваше тело, да, как оно и есть сейчас. Но при этом, эти все физические параметры, они будут немножко на более высоком уровне. И что можно сказать о том, что не будет еды и питья? Да. Что тело будет питать душем. Да. Каким образом будет тело питать душем? Наработанные годами, торо-запоедями, цивот и так далее. Внутренние, внутренние запасы энергии. Да, человек, у человека, у каждого человека есть какой-то внутренний запас энергии. У кого-то больше, у кого-то меньше. И организм сам знает, какие внутренние запасы можно потреблять. Да. Как это можно понять? Ну, если кто-то занимался спортом, то каждый спортсмен знает, что есть внешний резерв, а есть внутренний резерв. В чем разница между внешним резервом и внутренним резервом? А? Внешний резерв? Попиханное, что ли? Да. Тензирующее всяческое. То есть, что мы можем сказать, что такое внешний резерв? Внешний резерв это какие-то питательные вещества для того, чтобы нам было легче преодолеть какой-то барьер. А что такое внутренний резерв? Духовный. А внутренний резерв это наши собственные запасы сил. Это то, на что способен организм мой сейчас. Это внутренний резерв. Насколько его хватит. И когда у нас заканчиваются силы внешнего резерва, да, то есть силы мускул, слышали понятие второе дыхание? То есть, когда ты бежишь, и ты уже все, ты не можешь, у тебя через «не могу» появляется еще одно дыхание. То есть, ты уже задействуешь не просто силу мышц и так далее, и энергию в мышцах, а ты уже задействуешь кровь. Да, если мы говорим про спорт, то кровь начинает из своих резервов отдавать человеку организм и так дальше. Там целый химический процесс, на самом деле, как это появляется. И когда я активно занимался спортом, мне говорили, вот ты сейчас сделал там подтягивание десять раз, сейчас давай еще один. И так дальше. Каждый раз увеличивай на один. Не можешь? Через «не могу». А если не хочешь? Если не хочешь, то там другие методы. Вот. Но, если сказано, что в грядущем мире не будет ни еды, ни питья, что действительно не будет еды и питья? Естественно. Нет. Чтобы материального не было? Все это будет. Все это будет. Потому что так же само в Талмуде, на том же листе в Мидрашах сказано, да, что пищей питье, да, оно будет. А те реальные? Да. Что будут пиры, которые Всевышний будет делать для праведников. Ну, теперь надо разбираться немножко все-таки с нашими душами, да, нашими душами, нашими телами, физическими и духовными. Итак, есть два праведника, да, есть два творения. Как мы уже сказали, есть физическое творение, есть духовное творение, как так же само написал Баля Тани, Сефер Бейнуни, что когда был создан человек, у него создали как бы физическую материю, у него вдохнули душу. Что-то мы можем почитать с вами в Барешит. Вот. И то и другое было сотворено. Человек был создан из праха земли, Всевышний в него вдохнул жизнь. Прямым словом. И, в принципе, это было все создано из ничего. Потому что прах – это ничто. Но оба вот эти вот создания, они все имеют руку Творца. Из праха он слепил, душу вдохнул, что там Всевышний, что там Всевышний, там все Творец. У меня такой вопрос. Если еда не имеет существенного значения для духовного подъема, скажем так, она может ее отставить в сторону. В частности, в Евгенбурге. Тогда возникает вопрос. Почему такое внимание уделяется кашруту? Ну, если она так не важна? Участвуют ли, так сказать, противоречия? Я не сказал, что она не важна. То есть можно испытать духовный подъем и вежды? Не-не-не. Отставить ее в сторону? Это в Йом-Кипур. В Йом-Кипур. Это в 9-го, а это в посты. Да, в обычной жизни в этом плане тоже можно ограничить себя, да, делать маленькие посты. Да. Но почему такое большое внимание выделяется кашруту и так дальше? Потому что еда, это своего рода, тоже выполнение Торы, заповеди Митцвот. Кушать кошерно. В Йом-Шаббат мы должны кушать рыбку и мясо. Да. Что сказано наши ханологи. Ху-Охэль-Даг в Йом-Даг, то он продлевает себе жизнь. Или богатство. Вот. Что такое Даги Матрия 7, Йом-Даг это седьмой день. Все понятно. Да. То есть, и так же самое и животному. Мы при помощи того, что кушаем это кошерное животное, которое было кошерно убито, мы его таким образом поднимаем. Мы помогаем этой душе подняться. Если мы еще вспомним, что есть гильгулин, то еще может кому-то и хорошему помогаем подняться. Да. То есть, мы его исправляем как бы. Вот. Но не про это. Итак, духовное наше состояние, оно как бы неосъязаемо. Да. Мы не можем измерить духовную составляющую, ну, никакими приборами. Я помню, были какие-то там исследования или были программы, на которых показывали, вот мы можем измерить биополе человека или его ауру. Я, конечно, на это дело тогда, уже тогда смеялся, но тем не менее. Да. Вот. Но и духовная наша составляющая от природы, она также и мирная. Да. То есть, он духовно, но само по себе спокойная, размеренная. И все у него хорошо. И это, так говорит, и духовно является как бы святым проводником для Всевышнего. Да. Что именно проводим? Да. Проводим некую святость, да. Вот. И духовные сущности, такие как у нас могут быть ангелы, осознают скорее проведниками божественных качеств и целей, чем существами собственным эго. А человек, в этом плане, имея в себе физическую материю, он имеет в себе еще и эго. Да. То есть, человек сам по себе эгоцентрик во многом составляющем. Да. Мы эгоцентричны. Что значит эгоцентричны? Ну, что мы хотим, чтобы мир крутился вокруг нас. Не мы крутились вокруг мира, да. Мы хотим, чтобы мир как бы играл по нашим правилам. И есть постоянно такое вот высказывание у нас, что я есть, да, эгоистично. Я есть. И вот это вот является физическое противоречие, да, в фразе, что нет другого, кроме него. Да. Кроме него кого? Кроме Всевышнего. То есть, я есть, это противоречит тому, что есть Всевышний. С одной стороны. Но с другой стороны, вот, что все, что мы знаем о Всевышнем, как бы, и каждая черта любого истворения исходит от Всевышнего, да. То есть, я есть, потому что есть Всевышний. И что важно, что на более глубоком уровне те самые качества, что делают физически нечестивым, делают его самым святым и божественным из творений Бога. Да? Что значит физически нечестивым? Ну, скажем так, не все люди идеальны, да. И где-то есть какая-то проблема физическая, то человек с этой проблемой для Всевышнего будет в лучшем творении. Для Всевышнего все творения хороши, да. Но в этом плане речь идет о том, что физическая материя, насколько она красива, не важна. Важно то, как эта физическая материя может служить Всевышним. Ну, например, я помню, у меня был ученик, у него была проблема с одной рукой. Она была, в общем, не рабочей. Она была, но не развита. Бывают такие люди с такими проблемами. Он научился все делать одной рукой. Он все делал левой рукой. Писал, там, в компьютере, там, что-то программировал. Все одной рукой. И он хороший парень, он отличный человек. И, как не еврей, он ведет достойный образ жизни. Да, то есть он, как творение Всевышнего, в принципе, выполняет свою роль. Так же само любой другой еврей. Он не может ходить. Ну, он на коляске едет в Бейтмитраш. Он не может, например, нормально слышать, но он может прочитать эту книгу. У него есть слуховой аппарат для того, чтобы он лучше услышал, что ему говорят. Он может учиться. Да? Он не говорит, что я не могу. Да? То есть человек, который выполняет службу Всевышнему, он не говорит, я не могу. Он все может, у него есть все возможности, чтобы это что-то делать. И таким образом возникает понимание, что есть и Вышний. Почему есть и Вышний? Потому что этот человек, который, с одной стороны, он каким-то образом не полностью как бы полноценный, он имеет все возможности для того, чтобы сделать его. То есть его Всевышний наполняет силами. И он искренне говорит, что нет никого другого, кроме тебя. Но сегодня физический мир, мы знаем, только оставляет поверхностное какое-то отображение Всевышнего. Да? И вот это сегодня то, что мы говорим, я есть, оно обнаруживает нереальности Всевышнего, но то, что все творения, они самодостаточны. Да? То есть они физически могут существовать без него. Но в мире грядущем, да, самое интересное, станет виден результат труда сотен поколений, направленных на очищение материального мира перед Божественным лицом. То есть истинный лик физического. Да? То есть что Рэбб говорит? Что, да, сейчас люди стали к материи относиться более потребительски и думать, что материя она существует сама по себе. Но когда мы попадаем туда, мы видим, что здесь происходит множество тикунин, да, множество исправлений. И поэтому говорит Рэбб, что в грядущем мире физическое, как и духовное будет проводником Божественным. Что на самом деле во многих отношениях оно превзойдет духовное как проводник благочестия. Да? То есть, да, он благочестив, но это то, что пытался делать Исаак, да, он пытался материю перевернуть, да, находясь, работая с Гашмусом, да, работая с материальностью. Но он немножко пошел не тем путем. Говорят, что он мог стать бы первым Баличуа. Но как получается, что материя превзойдет духовное как проводник благочестия, да, как проводник святости? Говорится так, что в то время, как духовное выражается различные Божественные черты, там, трансцендентность, то физическое выражает само бытие Всевышнего, да, то, что физическое выражает само существование, да. То есть, почему оно превзойдет? Физические черты показывают добрый, хороший, щедрый, какой еще может быть, милосердный, да. У него там большой хэс, он показывает все вот эти вот, своей Божественной показывает все вот эти вот черты Всевышнего. Но физическая материя, она показывает, что Всевышний есть, что существование стола, стула, нас с вами, это все он, все физическое. Поэтому и говорится, что физическое, оно превзойдет духовное, да. То есть, что происходит у нас с вами в Йом-Кипур, на самом деле? В Йом-Кипур происходит следующее, что мы с нашим физическим телом, с нашими физическими недостатками, с нашим желанием к еде, мы в это время отрекаемся от нашего тела, погружаясь в молитву, и таким образом мы наше тело поднимаем в служении. С помощью Всевышнего 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 дает нам силы, чтобы мы эти 25 часов могли поднять наше тело на служение Ему, отрекаясь от нашей физической оболочки. Я помню свой первый Йом-Кипур в жизни, ну, была компания интересная, да, то есть у меня была компания, с которой я, как бы, находился в одной комнате, да, нас четыре парня в комнате, но тут предложили еще наши друзья по общению, ну, то есть, по организации, куда я ходил на уроки Торы, там были смешаны уроки мальчик-девочка, тогда я еще не сильно был погружен в эти все моменты, вот, потом после Йом-Кипура я осознал ошибку своего поведения, то есть, что произошло, ну, нам предложили пройтись, ну, я такой, ну, думаю, ну, что значит, ну, что пройтись и пройтись нормально, можно, в принципе, молитва в 10, можно до 12 пройтись, 8 часов поспать, потом пойти что-то поучить, и 10 приступить к молитве, все хорошо, но мы почему-то решили побегать, то есть, что, а что значит побегать? Побегать, это значит, ты берешь и напрягаешь свою физическую материю, то есть, ты не говоришь, Всевышний, я даю тебе свое тело сейчас во служение, нет, ты берешь, отказываешься от этого, говоришь, нет, сейчас мне тело надо, чтобы побегать, вот, и таким образом, да, сейчас, вот, и таким образом, тое тело начинает уставать, и честно скажу, что Йом-Кипур мне тут было тяжело, потому что потом уже в средине дня мне уже действительно моему телу хотелось спить, в прошлом году Йом-Кипур был у меня замечательно, потому что я учился, и, в принципе, у меня не было желаний до самого исхода Йом-Кипура что-то делать, вопрос. Как можно будет, ну, в Йом-Кипур ты в любой другой пост больше думать о Всевышнем, как же, ну, осознать свои поступки, если, ну, может, не у каждого, но у многих людей будет вызывать мысливые едики, Хороший вопрос, они не ели. Когда возникают какие-то мысли о чем-то, нужно эти мысли переключить на другой объект. Самый простой, самый простой способ, переключиться на Сефертилии, закончить с молитвы, каждый человек испытывает желание пойти поспать, в принципе. Да? Ну, что там, перерыв между молитвами достаточно большой, там, до Минхетта, наверное, часа 3-4 будет, не знаю. Можно поспать. Ну, как только вы, ну, как только человек решает пойти поспать, он говорит, тело идет отдыхать, то есть, не я для Всевышнего, а я для себя, да? Потому что, когда мы идем спать, мы делаем это для того, чтобы наше тело отдохнуло для служения Всевышнему. Это как происходит ночью. Но когда мы идем днем поспать, мы это делаем для того, чтобы потратить время и получить еще и удовольствие. Но, если переключить свое сознание на то, что сейчас 25 часов, я ночью поспал, подзарядился энергией, а сейчас я поучился читать одну Сефертилию, согласен, тяжело, скучно, нужно. Переключился на другую книжку, которая тоже, как бы, относится ко Всевышнему. Переключился на третью. И так Доминхи дотянул. И тело не будет чувствовать того, что оно хочет что-то. Потому что, если мы мысленно похужаемся в то, что мы читаем, то тогда не будет возникать никаких желаний. И в этом суть того, что сказано, что в грядущем мире не будет ни еды, ни питья. Что просто-напросто мысли человека будут погружены в святость, которая будет вокруг него. Когда мысли человека будут в святости, у него не будет возникать других мыслей. И в этом суть, как бы, Йом-Кипура, да? То есть, Йом-Кипура сам по себе, как бы, день, когда у нас сохраняется голод, да? Сказано в Тейлиме 33, 19-й пасук, да? Что сохраняет голод. И мы получаем пищу из самого тела. И поэтому у нас, как бы, самый святой день является днём, когда тело становится источником нашей жизни и питания. А не просто потребителем продуктов. Тым-тым. Вот такие вот идеи хотел предоставить нам любающий скеледр. Субтитры создавал DimaTorzok